Бурные горные реки, кристально чистые озера и мощнейшие водопады. Горный Алтай, колыбель туризма. Напитаться чистым воздухом сюда приезжают и возвращаются из года в год сотни тысяч человек. Я приехала с мужем буквально на 4 дня и могу сказать, что это совершенно отдых для души. Тут наполняешься энергией природы, красотой. Закрытые границы направили людей в регионы, в уникальные территории. Число туристов выросло в разы. Базы Горного готовятся к сезону с апреля. Туристический поток вырос на нашей базе по сравнению с прошлым годом. Реально процентов на 60, на 70. С учетом того, что в прошлом году мы открывались где-то в середине лета, 15 июля официально мы открывали. Ну как тестовый заезд у нас начинался с 15 июля, то у нас было полное заполнение. Сейчас у нас заполняемость с 1 мая уже плотная. Спросу на внутренний туризм поспособствовало не только закрытие границ, но и развитие авиасообщения с Горным Алтаем. По сравнению с допандемийными временами количество туристов, приезжающих на Алтай, выросло в два раза. Это поспособствовало развитию авиасообщения между Горноалтайскими и другими регионами нашей страны. Так в прошлом году напрямую в Горноалтай стали летать самолеты из Казани, Питер, Новосибирска и Екатеринбурга. А в этом году прибавится еще и Сургут. Причем туристам стало проще не только добираться до Республики Алтай, но и с комфортом передвигаться внутри региона. Сотни километров до отдаленных точек Горного можно преодолевать по небу. Меньше чем за час, а не за семь на автобусе. Люди все чаще едут посмотреть на наш Марс, марсианские пейзажи. Конечно, Усть-Коксинский район благодаря горе Белуха набирает тоже популярность. Многие сейчас прилетают именно в Усть-Коксу. Но этому тоже способствует внутреннее авиасообщение. У нас есть рейсы в Кошагач, в Коксу. Если говорим 2020, 2021 и начало 2022 года, цены держались на уровне обычном. То есть не было какого-то резкого подъема. Но сейчас, конечно, мы видим, что и базы, и рестораны поднимают цены. Но это объяснимо. Там ситуация экономическая изменилась. У нас в Республике Алтай разбег будет от полутора тысяч до ста, наверное, если вот такое сделать. На любой вкус. На любой вкус. Турист абсолютно с любым уровнем дохода и с любым пожеланием по уровню сервиса сможет найти в Республике Алтай комфортный для себя вариант. Тем не менее, Республики Алтай в плане совершенствования туризма есть куда стремиться, рассказывает архитектор-дизайнер Ольга Дмитриева. Хочется, во-первых, работать с тем, чтобы у этих баз была уникальность. То есть они сейчас все одинаковые, типовые, хотя находятся в разной местности. Мне не хватает какой-то архитектуры как раз разных народностей. А для того, чтобы повысить привлекательность горного, нужен дизайн-код. И он уже начал зарождаться в Республике. Известный архитектор Александр Деринг занимается его разработкой в Чемале. Под его рукой этот район преображается на глазах. Чемал постепенно стал превращаться в какое-то, я не знаю, подобие оптовки, какой-то оптовой базы. То есть такая дезорганизованная, неорганизованная застройка, хаотичная. Постепенно выправляется, так скажем, застройка. То есть такого хаоса теперь нет. Мы, кстати, и предложили здесь размещение рекламы и надписей. Тоже это очень важно, чтобы это не было похоже действительно на какую-то базу оптовую. Поэтому там регулируется высота букв, шрифтов. То есть то, что положено и нужно делать, это было сделано. Конечно, цветовая гамма. Рыжие оттенки серого, сиреневые и бирюзовые цвета – таков цветовой код Чемала. Своего уникального лица ждет и алтайский край. Но владельцы алтайских баз не обращаются за помощью к архитекторам. А ведь это бы сыграло на руку туристической отрасли в целом. Круглогодичный курорт Белокуриха. Сюда в любое время года стекается огромное количество туристов. Но если в Горном Алтае поток туристов ждут в начале мая, то в Алтайской здравнице уже сегодня яблоку негде упасть. С закрытием дорог за границей здесь очень много стало. Чем больше отдыхающих, тем больше у нас работы. Москва приезжает, да, в принципе, даже и возвращаются. Потом несколько раз есть постоянные гости, которые любят Белокуриху, им здесь нравится. Также из регионов Сибири приезжают. Ажиотаж спровоцировал и рост цен. Если в обычных домиках, которые сдают местные, можно арендовать жилье от тысячи рублей, то цена в некоторых санаториях выросла еще в марте. Отдых с лечением теперь стоит от пяти тысяч рублей за сутки. Но туристы готовы платить. Почему выбираете Алтайский край? Нам очень нравится здесь воздух, природа, люди, отдых. С границей меня не волнует. Мне больше нравятся наши российские курорты. А это знаменитое озеро Ая. Пока еще покрыто ледяной коркой. Вокруг десятки баз. В сезон здесь ажиотаж. За стандартный двухместный номер в сезон придется заплатить около четырех тысяч рублей. Кстати, многие россияне в социальных сетях регулярно жалуются на недостаточный уровень сервиса. Как в горном Алтае, так и в Алтайском крае. Мол, суммы неприличные, а элементарное удобство есть не всегда. Элементарные базовые – это туалеты, но чистые. И какая-то там вода. Может быть, некоторые точки питания. Ну, какие-то вот такие вот вещи. То есть не нужно там застравить, мне кажется, Алтай, превращать это в Турцию или там в побережье Сочи. Но какую-то вот базовую, базовые какие-то пункты, где человек может отдохнуть, вымыться, сходить в туалет, там, не знаю, перепеленать ребенка. Это прям необходимо. Такие обычные меры сделали бы два Алтая местом, куда хочется не просто возвращаться за живописными видами, но и комфортом. Причем, возможно, и после того, как зарубежные курорты откроют свои двери, российские туристы не захотят туда возвращаться. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.